Россия теперь вошла в паспорт, а она должна подготовить и провести массированный ответ. Если не менять стратегию действий, то можно менять любую команду, еще и дело не изменится. Сибирный контроль, я вам могу сказать честно, я даже этому рад, потому что меня до сих пор вызывает это умение, как мы воюли с Западом, и признавая, что Запад является состоянием войны, мы вводим туда газ и не пить. Еще поляки полноственно не нападают, не вводят войска на территорию Украины, обусловлено тем, что над поляками нависает как стратегический молот вооруженные силы Яруси, в честь ему пола. Самим фактом в своем присутствии вооруженные силы Украины сковывает польская акция. Американцы уже открыто готовят Европу к закланию, превращая ее в театр ограниченной ядерной аварии. Константин Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Подрыв Крымского моста. Как вы оцениваете, это больше теракт или диверсия? Вы знаете, я далек от эмоций, я чек военный, и военный ученый, поэтому он строго пользуется конкретными критериями. Значит, теракт – это действие, которое направлено на устрашение населения мирного, как правило, в данном случае имеет место в чистом виде диверсия. Сколько это нанесен удар, ну, прямо скажу, с минимальными критериями мирного населения по конкретному военному объекту. Выбирается, вот, значит, палка, поскольку борьба в Москву идет с нам жить. Поэтому это в чистом виде успешная диверсия со стороны уроженных сил Украины и конкретно сил специальных операций по нарушению коммуникаций нашей группы, которые расположены в Крыму и на соответственно территорию проекта. А сейчас интернет пестрит прямо мнениями сообщения о том, что Россия готовит ответ. На ваш взгляд, будет ли ответ и каков он должен быть? Если говорить о ударе локальном, ответе локальном, он должен был быть нанесен немедленно в течение суток. Это мог быть удар по банковой улице Киеве, то есть конкретно по офису Зеленского, по генштабу Украины, по каким-то объектам системы управления СБУ, в частности штаб-квартире СБУ. Либо это могли быть удары по очень таким важным каким-то объектам коммуникации, скажем, уничтожению каких-то двух-трех мостов. Этого не было сделано. Поэтому Россия теперь вошла к вас, когда она должна подготовить и провести массированный ответ. То есть речь идет о проведении пастушной операции по классике с проведением шелона прорыва ПВО, то, значит, так и все прочее, и с последующим уничтожением всех ключевых объектов системы коммуникации, в первую очередь, издорожных на территории Украины. Но если этого не будет сделано, то это тем самым надо полагать, что это будет означать, что Российская Федерация не решает о подготовке действия. У России есть более чем достаточно средств, чтобы выполнить продукты действия. Я хочу напомнить, что и в самой Сирии Российская Федерация не стеснялась использовать. Тракт, авиации, Куб-22, М3 с бомбами свободного падения. Самолеты Су-24 с бомбами свободного падения. Эти самолеты оснащены системой фирмы «Гермес». Называется это система СВП-24 для Су-24, СВП-22 для Куб-22. Это наша версия, намного более эффективная американская система «Джетам», которая позволяет обычный Куб свободного падения, который применялся в годы Великой Отечественной войны. Классная цель с исключительно высокой точностью. Точностью сопоставимой с высокоточным оружием. И в Сирии мы систему эффективно применяли против «Гермес». И успешно решали эти бомбы. Этим путем все стоящие задачи, в конце концов, разгромили этих «Гермес». Что касается Украины, что самое парадоксальное, там эта система применяется крайне ограничена. Если мне говорят, что там есть ПВО, по меньшей мере странно. Россия провела систему в первые дни после 24-го, в первой воздушную и наступательную операцию, в ходе которой было уничтожено 112 зенитных пакетных комплексов ПВО. И потом спокойно действовало длительное время, пока противники начали останавливать и вводить действия другие резервные системы. То же самое сейчас. Спокойно решается такая задача. Если мне говорят, что там поставлено много зенитных пакетных комплексов, то речь идет о нескольких единицах на САМС. Комплекс среднего радиуса действия с данностью боя всего 20 км. По нашей классификации это все равно, что ранняя версия комплекса зенитного ракетно-пушечного комплекса ПАЦ РС-1, у него тоже 20 км в дальнем бою. Решить задачу подавления такой комплекс, даже если мы не знаем режим его работы, средствами загранирования РЭП, а затем добить его ракетами или бомбами обычного типа, вообще никаких проблем не представляет. Тем более, что такое несколько единиц этого комплекса, если мы уничтожим 200 км в чем мощных объектах из 300. То есть дело упирается не в возможности вооруженных сил, а в политической воле. То же самое сейчас с этим мостом, все видно, как говорят. Каплю воды, видно все море. Вот этой каплей воды, видно все. Но пока еще Россия ни на что нет решения. Вот это состоит проблема. Я могу сказать только одно. Наш президент сам икократно говорил о том, что российская армия, что мы еще пока воевать не начали. Он это несколько раз говорил. Еще я хочу сказать, что американцы точно так же говорят, что Россия воюет связанными руками и ногами, и воюет только лишь одной рукой. Не на цифрах. Это говорят американцы. Поэтому вопрос тут упирается не в возможности оперативного террориста. Все было легко сделать, но не в казах. А влияние определенных слоев российского общества, я об этом говорю, вот это слои, которые объединяются в понятие пятая колонна, которые оказывают очень серьезное влияние на код твоих действий. Неужели так сильно влияет эта самая пятая колонна на политическую волю Кремля? Вот я могу проиллюстировать очень простыми примерами. Например, если взять, например, бюджет по проекту Беликого, на 22-й год, то там вы можете увидеть, что военный бюджет практически не меняется. То с учетом того, что реальная инфляция довольно серьезно увеличилась, идет к тому, что фактически означает тот наш бюджет российских войн. Не только увеличивается начавшаяся реальность в первую войну, а даже сокращается. Это феноменальная вещь для другого общего государства. Все это вызывает определенные вопросы. Как они влияют? Ну как вам? Трудно сказать. Вот я просто не стану. Есть, что люди, которые ориентированы назад и в России есть. Это люди, которые снимают по рыбачьей должности. Люди, владеющие огромными состояниями. Не сильно зависимы. Они говорят об этом. Ну, например, об этом 26-го числа февраля это, по-моему, выступало директорство требовало. Поэтому вот эти все действия, они вот так вот влияют. Поэтому большой результат негатив для нас вызвало в России конец уже обмен военно-тренн, когда де-факто на 205 отъявленных негодяев, которых в России от первых, что никогда их не отпустят, меняли на 55 рядов. Вот. И самое главное, что одного медведчика обмен абсолютно неадекватный с точки зрения логики. Если не менять стратегию действий, то можно менять любых командующих, и дело не изменится. Я хочу напомнить, что российские военные силы 24 февраля начали первую наступательную операцию по Владимиру по классике. Глубокие прорывы с темпы наступили 20-30 км, до 100 км в сутки. Если посмотреть на карту тех пор, в той поры, то мы можем увидеть, что намечалось вот этой группировки ВСУ на западе, на востоке страны, в Танецкой и Луганской. Хочу напомнить, что в продвижении наших войск это делается высокий для того, для простой причины. Города вообще не были никакой обороны, за редким исключением. Те, где были обороны, мы просто входили. Вот. Города входили, мы взяли спокойно в суд, мы вошли в Чернигов, мы вошли в Гучу, мы без сопротивления вошли в Новую Капу, и то, что там еще раз. То есть не было там войск вообще. Все было на востоке Украины. Там была вся сосредоточная группировка. Это понятно. ВСУ имело численность 320 тысяч человек, из них 150 тысяч человек. Это были войска боеспособные. Эти все боеспособные войска находились там. Поэтому замкнуть это кольцо проблем не составляет. Конечно, не надо было заниматься взятием Днепропетровской, где, возможно, были какие-то ограниченные силы. Не надо было биться за тем более Краматорский, славянский. Можно просто было между Краматорском и славянском замкнуть это кольцо, и все. В ту пору, если бы управляемцы сунулись на выход, они были бы уничтожены. Тем не менее, когда уже оставалось замкнуть это кольцо, прошли тамбульские переговоры, и начался отвод в обзор. По итогам этих переговоров под называемые жертвы про его. Это вызвало сильнейший резонанс в нашей стране. Это было первым звоночком, свидетельством о чем-то нехорошем. И после этого начались боевые действия, совершенно необъяснимые с точки зрения военной категории. Россия, федерация, начала своей вооруженными силами атаковать упрекли объемы противников в оболоне. Вот если бы Гитер, вместо того, чтобы обойти линию Мажино через малые страны, начался бить в эту линию Мажино, то он бы там положил бы весь свой верный. Никакой бы мировой войны не было, и все проиграли. Мы начали с погружения, а потом начали вот так вот биться, брать, вместо 20-30 км в сутки проходить по 200-300 метров в день. И в этих условиях наша ухитрилась очень много чего взять. Были сейчас, в Северной Дании, очень много чего ухитрилось взять. Это было действительно победное шествие, но никакая другая армия такого не выдержала. Любая другая армия Европы от такой войны стисла уже на второй-третий месяц войны. Еще самое парадоксальное, что меня удивляет в этой войне, что действия по разгромному коммуникации, которым шло 90% поставок оружия и боеприпасов, никаких мер по мобилизации мобилизации новоприи не предпринималось. Я говорю, какой иначе я просто правильно удивляю. И этим удивлен Запад. Великанцы прямо говорят, почему Россия не бьет. В этом даже Киргия даже высказывался секретарь Пентагон адмирал американский. Но странные все эти вещи делались. Вполне закономерно будут участкованы на этой Укрепрайоне. Российская армия ничего не делает для блокады этого района, крайне мере, огневыми средствами. Были созданы идеальные условия для того, чтобы провести мобилизак на территории Украины и подготовить ударную пробку, которая, собственно, начала контронступление. Сегодня эта пробка исчерпала свой потап полностью. Причем есть достоверные данные, что враг бросил в бой даже силы прибытия Одессы, Николаева и Киева. Наши войска сумели это перемолоть с минимальными территориальными потерями. И повыше вещей опять должно состояться наступление на окружение остатков войск в районе. Но будет ли это, не будет, я не знаю, потому что это не зависит от военной стратегии. Здесь военная логика отброшена. И здесь какая-то иная логика, не имеющая отношения к военной логике. Для меня, например, тот факт, что сейчас лично пытается не предпринять ответ на подрыв постав, имея подробное количество возможностей, вызывает недоумение. Причем, понимаете, вот стрельба высокоточными ракетами по площадным целям, такими, как проявленные сосредоточения, или даже железнодорожные станции, мне тоже вызывает недоумение. Вы понимаете, высокоточные ракеты предназначены для поражения важных объектов, которые выводом уничтожения патторов выводят из строя системы управления, или выводят из строя эффективное функционирование, скажем, каких-то систем. Как правило, речь идет об ударах высокоточным оружием по командным пунктам, где находится командный состав с целью уничтожения, по системам противообороны узла, по центрам управления самолетами. Вот что-то вот такое. То есть это должен быть малый, многоразмерный в первую очередь. Сильно защищенный объект. По массу можно высокоточным ракетами бить. Но опять-таки надо бить так, чтобы уничтожить конкретные опоры, а не просто пролёт маска, которую устанавливают. с высокоточные площадные цели не вызывает. Далее, чем поражаются площадные цели? бомбами свободного падения. Вот, к примеру, шум защитный. У него бомба 108 тонн. Он берёт 16 полип 500 килограммов. 14 бомб площадью, пусть у меня рассеивание 500 метров, но 16 полип 500 очень серьёзно. И вот в районе суши на одной из бригад попала вот бомба свободного падения. 20 тонн. был спросил. Угодим, речь шла в действиях 19 самолётов 124 и так. Скажите себе, что было бы пусть так, используя систему СВП-22, 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 СВП-22. Безусловно, технические военные возможности у Российской Федерации, у Российской Армии есть, в этом никто не сомневается. Но, действительно, вы правы, как-то странно они используются. И почему все как-то, ну я так посмотрел, с большим воодушевлением восприняли назначение СВП-22. Его прозвище Сирия, Армагеддон, то есть он там прослыл успешно военачальником, и все ждут от него вот такого уже успешного опыта здесь. Я могу сказать на эту тему только одно. Дворников, который был до него, он тоже пришел из Сирии. И он тоже очень успешно брал города. Очень успешно брал города. Поэтому человек тоже очень жесткий. И все тоже ждали от него чего. Ну, дело заключается не в том, что будут меняться командующие. Дело в политической воле. мы можем поменять командующего на очень жесткие, которые будем всех поделать, снимать, и так раз приводить на место. Если будет стратегия поведения, стратегия ведения спецопераций, то ничего не изменится. От того, что поменяется командующий, и мы будем по-прежнему стоять на линии проламывание обороны в лобовую. Никто от этого смены командующего не уничтожит ВСУ и ящик угребрают. Никто уничтожит как угребрают. Надо менять стратегии. Понимаете? Стратегии. И то, что генштаб Российской Федерации именно такое планировал, и исходное именно это предполагалось, подтверждает сам ход первых трех недель, до двух недель, до момента стамбульских переговоров, первых стамбульских переговоров. Вот это сей спецоперакт. Первые недели. Что может быть дальше? Смотрите, Северный поток, Крымский мост. Ну, Северный поток, я вам могу сказать честно, я даже этому рад. Потому что меня до сих пор вызывает умение, как мы воюли с Западом, и признавая, что Запад является, как мы находимся в состоянии войны, мы гоним туда газ и нефть. Нет, не вызывает этого умения. Мы рванули эти самые северные потоки. Ну, что ж, это удар по Европе. Мы потеряли материаль. А Европа поставлена под угрозу существования. По любому вот этого северного потока. Ни много, ни мало. Европейские политики чуть ли не поздравляли Украину с акцией на Крымском мосту. И это на фоне того, что все выходные, вот эти выходные, вся Европа была в протестах, люди выходят против политики собственного руководства. Значит, надо иметь в виду следующее, что поздравление ВСУ с успехом абсолютно законным. Да, это нормальная, я еще с этого начал, нормальная диверсия, военная диверсия против абсолютно законным условиям войны диверсии, против важной коммуникации Российской Федерации. Поэтому это надо, да, но успешно. Что касается, значит, Европы, вот тут многогранный вопрос. Соединенные Штаты Америки деиндустриализировались в рамках глобализации, так называемых. Идея глобализации 90-х, да и вообще вся эта глобализация состояла в том, что страны мира должны быть разделены в рамках разделения, мирового разделения труда на три страта. Первая страта – это интеллектуальные носители. Там живет золотой миллиард. Это Европа, США, в первую очередь, Великобритания, часть Японии, и, значит, Канады. Здесь должно быть убрано вредное производство и перенесено на территорию вредных, вернее, фабрики мира. Такой был избран Китай, потому что там пошел рабочая сила. Тогда, действительно, там рабочая сила стоила копейки, и западный капитан туда пошел. Ну, потом, что значит, пошел только западный капитан? Что-то бантик пошел? Они имеют какое-то значение? Нет. Туда пошли предприятия. Там начали строить предприятия американцы. И когда Китай сказал, пожалуйста, всем Богу большое спасибо, всем стало понятно, что Китай послал к черпионам и глобалистам, и США, и теперь господствует как память мира. Тракт и Слепмашатам надо восстанавливать индустриализацию. Рейки идут перевезти. В США уже опасные. Там же ведь знаменитый Петрот, например, который был вообще там в центрах мобильного промышленности, не только США, но и мира, он превратился в город Кризис. Просто иллюстрация. Как это сделать в короткие сроки? Трамп пытался это сделать путем вытягивания американских предприятий из Китая. Но фантики-то можно перевести, а вот там и не переведешь, и Китай этого не дать сделать. Поэтому эта идея с глупостом провалилась. Хотя американцы начали как-то восстанавливать свою индустрию, но эффективность это была противостояния. Вот. То есть, строение в Китая у них американцев тоже электронная промышленность полностью отсутствовала. Полностью на всякий случай в Соединенных Штатах Америки исчезла. Промышленность обращения урана полностью исчезла. Вот. Иран. Иран в Северной Акаде может обогащать уран, а США не может. Вот такие феноменации. Поэтому надо было каким-то образом найти способ, чтобы ее реализироваться. И вот сделать это можно единственным способом. Это загнать Европу в такое состояние, потому что другой индустрии-то нет. Это Европа и Китай. И все. Вот на кого вам надо идти. Япония слабовата. Она более мощная система. Поэтому надо было Европу загнать в рамки, по которой происходить что-то там на территории Европы было невыгодно. Вот и сделали, заставили их начать эти санкции, а потом американцы рванули вот эти поток. И сейчас уже решается вопрос о том, чтобы начинать перемещаться в США таким брендом, как Mercedes, Volkswagen, ну и ряд других вещей. То есть, попросту говоря, американцы, не сумев сожжать Россию, взялись жрать Европу. Прямо вот я вот таким руком формулировка и говорю. Американцев это, конечно, очень серьезная потеря, потому что они теряют важнейший флагстарм европейский, континентальный для действий против России. Ну, это просто так. Побочный эффект этого действия тоже очень важен для американцев в плане того, чтобы бросить против России и Европы. Вот, у них в Европе за счет этого формируют определенные слои населения, то есть, магнизуются, которые начинают искать, кто виноват. И вот тут-то как раз будут находиться политики, подвигации людей о том, что виноваты России. Вот уже, говорится, до дикости доходя до того, что мы якобы Россия в Анголе вот этот северный поток, то есть, взяли сами себе много выстроили. Ну, это полное. И для того, чтобы мобилизовать европейцев на масштабную войну с Россией, надо иметь в виду, что ведь мы переживаем уже давно начавшуюся по масштабу без всяких привлечить настоящую третью мировую войну по всем формальным признакам. И сейчас идет начальный период этой войны. Причем, первый этап при начальном периоде этой войны, который, называется, гибридный период, он завершается. Сейчас мы переходим в фазу периода ограниченных войн. Уже на территории Украины вот сейчас говорят об этом бойцы с фронтов, что наступающих войска точно не слышит украинской речи. Там есть польская речь, английская речь, а украинская почти не слышно. Поэтому, да, уже вот, де-факто, война идет уже с войсками НАТО. Причем, этап задачи демилитаризации Украины, если брать исходный состав Украины, российская армия уже выполняла. Но Украине не осталось исходного вооружения, то, которое не было. Но все уничтожено на поводу. И теперь Украина воюет НАТОвским вооружением. И теми остатками вооружения, которое было на территории стран НАТО со времен Варшавского договора, но основную сейчас волю играет именно НАТОвское вооружение. И НАТОвцы поставили туда очень много. Я вот назову это цифрой. Эти данные на, примерно, уже полуторамесячной давности, это 1160 бронированных машин, в том числе около 400 танков. Надо иметь в виду, что боеспособных танков на начало спецоперации на территории Украины имелся тоже около 400. Это 400 танков поставленные. Это, значит, 607 орудий. Это полуторамесячная давность. 28 процентов заводов. Ну, на всякий случай надо иметь в виду, что Украина располагала на начало спецоперации 1100 километров. То есть, практически, тоже полностью это минимальный парк. Тем более, учитывая, что сейчас у них политика Орбитии значительно меньше, чем то, что было в начале, отсюда делается вывод, что практически все то, что сейчас на Украине есть, это все по контактам. То есть, мы провели демилитаризацию Украины. Сейчас мы будем уже с Западом, не с Украиной. Вот это надо четко понимать. И надо иметь в виду, что то, что сейчас еще поляки полноценно не нападают, не вводят войска на территорию Украины, обусловлено тем, что над поляками нависает, как стратегический молот, вооруженный в силу Деларуси. В честь ему пола. Самим фактом в своем присутствии русского и польского города, как говорят англичане, хитин бин, вот сам по себе является сдерживающим фактом, заставляет противника отказываться от активных действий. Вот я бы переименовал, но не хитин бин, а амир ин бин, то есть армия сама по себе заставляет полякам отказываться от активных действий на территории Украины. Но американцы их толкают, толкают, активно англичане к этим действиям, поэтому я прогнозирую эскалацию военной напряженности. Политики принимают решения какие или иные, опираясь на так называемую систему представлений. если у Патильника есть твердое представление о том, что Россия гарантированно при неблагоприятном развитии ситуации пойдет на все самое тяжелое, они никогда не пойдут на обострение ситуации. Если у них такого убеждения нет, если у них есть представление, что Россия не решится на такие деньги, они будут продолжать наращивать давление. Они сильно испугались 24 февраля, очень сильно испугались решимости России начать действовать. Сейчас у них этот испуг похоже уже проходит и с ним прошел. И это очень тревожно. Поэтому сейчас реально важно сработать жестким ответом вот этот мост используя 30 лет. Но, к сожалению, я этого не верю. Остается только догадываться, что может быть следующей целью. Да, церковь. Я могу сказать так, что система противоразрушивной противоракетной обороны России сильна. Одиночные удары там ракетные от АТМС ничего не изменят. Они будут сметены. Вот. Просто у них тоже не отражены. Дело в другом. Дело в другом. Вот сейчас мы раздолбали вот эту группировку. Зеленский почему орал, что надо срочно применить ядерное оружие. Это был выброс эмоциональный. Зеленский отлично понимает, что весь тот потенциал, который был собран в течение 5-6 месяцев уменьшепал. Задачи, которые он ставил, не решились. Несмотря на то, что российские вооруженные силы активно не противодействовали. Потому что, да, и в этих условиях он понимает, что достаточно теперь России примнуть по-настоящему. и Украина будет освобождена вся. Потому что некому сопротивляться. Поэтому началась вот эта память. Понимаете? Вот из-за этого идет память. Вопрос, живет ли Украина. Потому что для того, чтобы создать новую группировку войск, способную сопротивляться, ввести боевые действия, в Украине потребуются те же самые 5-6 месяцев, которых у нее нет. А Россия уже провела частичную мобилизацию, и сейчас эти мобилизованные могут начать действовать. Они это хорошо понимают. Поэтому и паникуют. Вот. То есть, одно дело это орать на публику, другое дело понимать, что вот сейчас все, прислуг, что дальше. Причем, я могу сказать, что последующие волны мобилизации Украины тоже очень проблематичны. Ведь как Украина создавала дееспособность? Просто наглядно, мобилизовались 100 человек, не обученных новобранцам. Прошли их в бой. 30-40 человек из них погибли. Еще 30-40 человек были ранены покалечены и векали в тыл. Оставшиеся 20-30 человек получили боевой опыт. Стали обстрелены бойцами. Вот так на крови бойцы обучались. У нас совершенно другая логика. Там басни поют про огромные потери, это полный отчет. Просто в условиях стратегии поведения, которую мы предпринимали, то есть огневое поражение, сокрушительное, уничтожение всех, смятение, просто зачистка. у нас, ведь наша армия, наши войска, они не ходили в штурмовые армии. Они ходили на зачистку сметенных уже позиций. Там, в принципе, не было бы никаких больших потерь. Поэтому у нас бойцы получали в ходе боевых действий, не погибая. Ну, в своей массе. Конечно, были потери, но в основной массе не погибали. И вот эти вот бойцы, которые длительное время, намного более длительное время находились на линии огня, конечно, обладают намного большей вымочкой и подготовкой, чем украинцы. никакой западный центр не дадут той выучи, которую дает передний край. У нас намного более высокая выучка. Он это все понимает. И теперь, еще к этой выучке еще добавляется значительная превосходство техники и сил. Поэтому сейчас, скажется, все говорят, поэтому Зеленский паникует. Вот этот удар мы нанесем, смотришь, дальше. А дальше пока ничего. Поэтому как раз сейчас идет речь о том, что, да, они готовятся к ВСУ, значит, вымаливают, чтобы туда вмешалось в НАТО. А то, что вы говорите об Европе, ну, в Европе вполне законно, а законоберно происходят вот эти процессы. К сожалению, к сожалению, европейцы, даже у них, у них здоровой части, здоровой части, ВСУ, не хватает, может, смелости, а может, знаний, позора, интеллекта, для того, чтобы понять Европу. Не хватает понимания того, что их элиты, вот их конкретные элиты, проамериканские, уничтожают Европу, уничтожают целенаправленно Европу. уничтожают Европу ради того, чтобы превратить эту Европу в таран против России, в американский таран против России, чтобы Европа сгорела в войне против России. Вот чего они хотят. на тот факт, что американцы уже открыто готовят Европу к закланию, превращая ее в театр ограниченной ядерной войны. И о чем идет речь, когда американцы орут про то, что если Россия применит ядерную войну? Это полная по той простой причине, что Россия даже обычные вооружения для поражения площадных целей не применяла. такие вот, как я приводил, например, бомбежки с применением бомб с водного падения, когда на станцию обрушивается, 200-300 таких бомб, она превращается в лунную поверхность. Там уже не восстанавливать, не ремонтировать эту станцию, надо строить заново незаводную станцию. Поэтому мы не будем это делать. Для Европы да, это важно. Их морально надо к этому приготовить. Вот. что у американцев, да, у них есть такая концепция, что они говорят, мы можем вести ядерную войну с Россией и ее старовлениками, ее союзниками, но на территории третьих став. То есть, вот, мы не будем затравить территорию США, мы не будем сажать территорию России. А вот территория Польши, Украины, какой-нибудь Венгрии, или там, какой-нибудь там, Германии, ее не жалко. И Францию не жалко. И Испанию не жалко. Никого не жалко. Вот. Там можно повоевать ядерным оружием. Вот они их к этому и готовят. Поэтому вот такая вот ситуация. Европейцы, к сожалению, этого не понимают. Видимо, за многие десятилетия после военного спокойного существования, особенно спокойного существования 30 лет после распада Советского Союза, когда они на разграбление Советского Союза, хорошо жили в наследстве Советского Союза. Это очень прорусский президент. Единственный на территории постсоветского пространства настоящий президент своей страны, своего народа. Вот. На котором не действуют никакие иностранные вливания, иностранные влияния. И пятая колода там, по-моему, просто уничтожена у вас. Я имею в виду, пятая колонна, не те, которые по эксплуатателям. Пятая колонна, это, в первую очередь, стопоставленные чиновники и крупные олигарты. Вот это и есть пятая колонна. Пятые чиновники, которые завязаны на западные центры. Ильяне, которые родимы имеют на Западе. Вот эта пятая колонна. Так вот. Значит, понятно совершенно, что в этих условиях, конечно, вот они готовятся нападить на наши страны. Вот таким образом. Спасибо вам огромное за ваше рассуждение, за ваши оценки, за ваше время. Субтитры сделал DimaTorzok